С воскресным праздничным днём вас сердечно поздравляю, дорогие братья и сёстры. Сегодня особое воскресенье, прощённое воскресенье. Сегодня в 16.00 в церкви пройдёт у нас в храме чин прощения. И мы с вами понимаем, что начинается какое-то особое время для нас с вами. С понедельника начинается Великий Пост. Почему Великий Пост? Почему так выделяется этот пост среди иных постов? Дело в том, что Церковь, как любящая мать, действительно готовила нас к этому, в общем-то, краткому промежутку времени в нашей с вами жизни. За целый год это 40 дней, ну, плюс Страстная Седмица. Почему именно в эти дни Церковь особенно помогает нам пройти их достойно? Потому что, ну, к сожалению, мы с вами расслабленные, теплохладные, и всю свою жизнь, в которой мы должны жить именно так, как во время Великого Поста, у нас не получается и никак не получится. Именно поэтому это время Господь и даровал нам с вами для того, чтобы мы, ну, достигли цели своей. Какова цель Великого Поста? Цель Великого Поста – это очистить сердце и душу свою таким образом, чтобы быть достойным того праздника, того события, которое мы с вами ожидаем – воскресения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Пост великий, и он действительно отличается от других служб. Это время особенно отличается и в Церкви, как мы с вами знаем. Священники будут в черном облачении служить. Мы с вами знаем, что служба изменится тоже, что будет мало торжественных, красивых песнопений. В основном это будет чтение. Колокольный звон уже не будет такой красивый перезвон, а это будет действительно монотонные удары, колокола. И света не будет вот этого яркого, электрического, вот паникодил. А только при свечах мы чаще всего будем с вами служить. Для чего это? Для того, чтобы наше с вами внимание ни в коем случае не рассеивалось. Когда свет яркий, мы с вами видим всех вокруг окружающих. А когда свеча горит, то мы только увидим свечу, а это дает нам возможность сосредоточиться на молитве на Господе Ви. Имени Которого ради, ради Которого мы пришли в Храм Божий. И Который все, Который этот Храм создал для нас с вами, чтобы помочь нам, что сделать? Спастись. Прийти ко спасению. А каким образом спастись? Почему это так важно, дорогие мои? Мы с вами знаем, как верующие люди. Потому что Господь нам открыл свои безвестные тайны премудрости. Он тайны нам открыл. Мы уже с вами в числе званых. Мы с вами знаем точно, что наш ожидает вечная жизнь, душу нашу. Что человек действительно имеет душу и плоть. И плоть уйдет из этого мира. Действительно, 60-80 лет от силы и уходит. Но личность человеческая не исчезает. И мы с вами знаем это, потому что Бог нам открыл это. А это заставляет нас задуматься. Так как еще одно знание Господь даровал нам. Что оказывается, там в вечности есть два места, куда определяются души человеческие. И мы с вами на прошлой неделе, в воскресенье, в Страшном Суде, как раз и слышали о том, что Господь будет отделять тех, которые, как овцы. Вот козлищ будет отделять. Одни будут с правой стороны, другие будут с левой стороны. Так мы с вами знаем уже, Господь нам открыл, что есть возможность у каждого из нас с вами, либо попасть в то место, где плач и скрежет зубов, либо попасть на те селения, которые готовил Господь Бог, любящим Его, где нет ни воздыхания, ни печали, ни болезни, ничего нет. И что даже мы представить себе не можем, что Господь, любящим Его, уготовил. И вот зная это, мы задаем себе вопрос, а что нужно сделать, чтобы все-таки в селение праведное на луну Авраамова попасть? Что для этого необходимо сделать? И тут самый главный принцип, которым мы должны с вами руководствоваться, дорогие мои. Дело в том, что Бог есть любовь, и то место, которое Он готовил любящих Его, это и есть место любви, место чистоты. Скажите, убийца, какой-нибудь изверг, который здесь сотворил огромные страшные преступления, разве может он в раю оказаться? Вопрос простой. Нет. Вопрос простой. Будь в Царстве Небесном, в Царстве Любви для того, чтобы быть с Богом. Вот что мы с вами знаем, дорогие мои. К сожалению, те люди, которые вне церковной ограды, за церковной оградой, они все это, то, что я сказал, сейчас отвергают. Души нету. Ну, раз души нету, ну, значит, и никакого греха, никакого воздаяния, ничего нету. Вот что дьявол добился. Дьявол добился того, что мы сейчас наблюдаем в окружающем нас мире. Мало того, что люди в таком заблуждении, и только тогда приходят в себя, когда смерть приходит, и вот вдруг душа отходит от тела, и он видит свое тело со стороны, и он видит совсем другое. О том, что церковь говорит уже столько веков, он видит другой мир совсем, но к нему уже идут совсем не светлые ангелы, а совсем другие. И вот тут начинается плач. Господи, как, помните, богатый, в притче от богатого Лазаря, Господи, да пошли ты кого-нибудь, моих братьев хоть предупреди, что так действительно, на самом деле, как же так? Да мы же все время говорим, пророки к вам приходили, церковь Христова существует, и она говорит о том, в своем опыте, потому что, родные мои, мы с вами основываем вот свои убеждения эти, не на гадании, не на каком негодании, на знании, на твердом знании, что да, так оно и есть. Откуда знание это берется у нас с вами, родные мои? Откуда? Первую очередь, это молитвенный наш с вами опыт, который дает нам возможность уразуметь, что действительно Бог есть, и Бог рядом с нами, и Бог отвечает на наши с вами молитвы, и мы с вами имеем опыт уже, когда очи наши открылись, и мы понимаем, что вокруг происходит, мы даже на свою жизнь, вот оглядываемся на свою жизнь, разве мы не понимаем, где Бог поучаствовал в этой нашей жизни, где Он отвел руку, ну, трагедии некой в свое время, да или нет? Или я в заблуждении нахожусь? Я думаю, это у каждого из нас с вами есть этот опыт, мы понимаем, мы начинаем понимать промысел Божий, вот что означает то, что Он безвестные тайны при мудрости открыл нам, действительно, глаза наши открылись, и наши... Мы стали видеть то, что должен видеть каждый человек, потому что Бог создал человека по своему образу, подобию, и душа наша принадлежит небу, а тело нашей земле. И полноценный нормальный человек – это тот, который живет и духовной жизнью, и жизнью мирской, правильно, это так должно быть, таковыми нас сотворил Господь Бог. А если человек, отвергая душу, живет только своей плотью, это идет, конечно, в погибель, это ведет человека в погибель. Вот это время Великого Поста, Великого Поста, которое, родные мои, еще называется Святой Четыридесятницей, то есть это 40 дней нам предстоит проживать святых, то есть особенных дней, мы должны это ценить, особенных святых дней. И, кроме того, этот пост называется Господним Постом. Почему? Потому что мы с вами знаем, что после крещения своего Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, Сын Человеческий, после того, как крестил Иоанн Креститель в водах Иордана, что он сделал? Он вышел из вод Иордана и удалился в пустыне. Он удалился от мира. Стал один на один в пустыне, проводя свое вот это бытие срогодневное в пустыне, в посте и молитве. Искушаемый дьяволом, как сказано, в посте и молитве. О важности вот того, что человек начинает какое-то важное дело, то, что Господь должен был начать. Ради чего он пришел в этот мир? Он принес в мир благую весть. Весть, слово свое. Чтобы открыть нам глаза людям, глаза, которые дьявол сомкнул. Чтобы открыть все то, что происходит вокруг нас. Открыть наши глаза, людей, глаза на то, что существует и душа человеков. Что этот мир сотворен Отцом Небесным, Богом, удивительно сотворен. И, конечно же, сотворен каждое живое существо, и человек также сотворен Господом. Но он сотворил человек не для того, по образу и подобию Божию, чтобы просто-напросто 60-80 лет от силы прожить, и все, в землю уйти, и все пропало. Да не для этого, а для вечной жизни. Для вечной жизни жить с Богом. Бог для этого сотворил человека. И наши глаза на это открылись. Наши с вами предки начинали большие дела, именно большие дела, всегда, налагая на себя пост и молитву. И о важности поста и молитвы. Сам Господь сказал, помните, когда ученики спросили его, Господи, чего ж мы не могли лукавого дьявола, бесов изгнать из одного из людей? Да? Помните? Что он сказал? Род все изгоняется постом и молитвой. Мы понимаем с вами, что апостолы тогда поститься не могли. Помните, как фарисеи тоже над ними издевались? Почему, спрашиваю Христа, ученики твои не постятся? Господь, помните, сказал, пока жених есть здесь, какой пост может быть? Так вот, не могли изгнать бесов тогда ученики, потому что не было вот этой важной формулы. Они тогда не постились. А для того, чтобы изгнать бесов, нужно поститься и молиться, дорогие мои. Так вот, время Великого Поста, Святой Чердесятницы, Господнего Поста и установленной Церковью для того, чтобы нам помочь это сделать. То есть, проводить это время в посте, что такое пост? Воздержание, родные мои, воздержание. Почему мы начинаем говорить о посте, начиная с, как бы, с пищи и питья? Дело в том, что именно с плоти начинаем. Потому что, родные мои, на что более всего легко, вернее так можно сказать, воздействует дьявол, чтобы погубить человека? На плоть. Понятно, да? Нет? Я думаю, что каждый из нас понимает. Именно на плоть. Именно со стороны плоти есть масса дыр, в которые действительно входят стрелы дьявольские для того, чтобы нас с вами погубить. Что такое воздержание? Это, в общем-то, в принципе, это, как бы, броня, которую мы с вами, как раз, защищаем от тех слабых мест, которые мы с вами, каждый имеет. Каждый имеет. Почему мы воздерживаемся от определенного вида пищи? Мяса, молока и яиц. Что тут такого в них? Да именно для того, чтобы воздерживаться, потому что дьявол услаждает вот эту гортань нашу. Ой, как вкусненько! Ой, как хорошо! И порабощает нас, потому что мы... Он действует через слабость человеческую, жажду услаждений. Вот, а услаждения в основном идут, или, вернее, всегда идут, в общем-то, от плоти человеческой. Если же мы воздержимся, дьявол ничего не может сделать. Потому что пищи и питье мы в малом количестве потребляем. Я говорю специально в малом количестве, потому что, кроме того, что качественно изменяем мы свое питание, мы еще и количественно тоже уменьшаем его количество. Мы вкушаем только то, что достаточно для того, чтобы мы физически были в нормальном состоянии. Вот что. Потому что сегодня мы, питаются люди, абсолютно ненормально. Люди ненавидят тело свое. И вы имеете в виду так. Дьявол настолько одурманил людей, что они ненавидят тело свое. Они просто, вот, простите за выражение, обжираются. Что этим они делают? Помните, как Господь сказал, не сердце свое не загружайте ни питьем, ни объедением. Потому что мы вред здоровью своему очевидный произносим. Это просто безумие. Люди настоящим образом безумствуют. Для чего все эти красивые торты, там, всякие снедь, конфетки и все такое. Для чего это делается? Разве это полезно? Нет, это не полезно. Это не полезно. Но те, которые стоят за спиной вот этих продуктов, им нужны деньги. А для этого нужно соблазнить людей. Вот и все. Соблазнить. Чтобы человек посмотрел и подумал, как, наверное, вкусно. Дай-ка я буду это вкушать. Вот мы, христиане, должны взять себя в руки и противостоять этому натиску дьявола. Воздержание обязательно. Причем поражает этот ужас перед постом какой-то. Молодой человек. Я православный верующий, он мне говорит. Я говорю, ну сейчас пост начинается, мясо. Ой, нет, я без мяса не смогу прожить. Ну какой же ты православный верующий. Ты крестился когда-то, может, бабушка когда-то крестила, может, два раза в церковь свечку поставила. Это не православный верующий. Это никакой человек. Это даже не тепло-хладный, вообще никакой. Мы же с вами знаем на примере святых отцов, которых мы с вами почитаем. Сергий Радонежский ни мяса, ни вина никогда вообще не потребляет. А многие, Антоний Великий, другие, другие святые, до ста лет доживали. И где вы видели в монастыре, где мяса вообще не бывает, монахов полумертвых ходящих? Где вы видели такое? Посмотрите на все монастыри. Да они работают физически больше, чем любой из нас с вами. А мы сейчас вообще не работаем. Мы перед компьютером сидим там или перед телевизором, и все. И вот это переедение, это и есть тот удар, который дьявол делает. Потому что, когда дьявол владеет сердцем человеческим, его цель – убить человека, чтобы он быстрее умер. Потому что, пока человек живой, он имеет возможность измениться. Понимаете, что получается? Как бы человек далече не был в стране далекой, как бы далеко от Бога не ушел от церкви, он имеет возможность вернуться, и Бог примет его в свои объятия. Примет. Потому что, родные мои, скажите, какой подарок мы можем Богу сделать с вами? Вот какой подарок Он ждет от нас с вами? Грехи наши. Он ждет от нас грехов. Мы Ему дарим свои грехи, отдаем свои грехи. Понимаете, парадокс какой. Мы плохое в себе грязь отдаем. А мы с вами знаем, что верия и радость на небе всех об одном даже, грешники кающимся, огромная радость. Потому что это победа, победа действительно света над злом, Бога над дьяволом. Вот что мы можем принести, действительно, Господу. Поэтому воздержание обязательное, родные мои. Не надо выстраиваться в очередь. И сейчас, батюшки, батюшка, я такая вся больная, и у меня нужно какое-то там такое-то питание особое. Если это так, да, действительно, делайте, питайтесь так, чтобы не в силах быть нам с вами. Но часто мы себе придумываем какой-то ужас перед нормальным питанием, которое должно быть у человека. Поэтому смысл ограничения себя в качестве пищи и в количестве ее, именно в том, что мы закрываем возможность дьявола через плоть действовать на нас. Пост воздержания. Воздержание чего? Глаза нужно наши воздерживать или нет? Еще как, да? Потому что мы любим стрелять глазками в разные стороны. Только внизу, в посту особенно, внизу. И глаза наши должны видеть только Священное Писание. Вот что должны наши глаза видеть. Мы работаем, работаем. Вы знаете, мы с вами знаем, что святые отцы, пустынники, они обычно вот в это воскресенье, которое сейчас, Прощенное Воскресенье, собирали все по монастырям. Они спрашивали прощения друг у друга, а потом уходили, удалялись от мира, даже из монастыря, даже из монастыря в пустыне, чтобы быть, действительно, подражая Христу Спасителю 40 дней один на один в молитве только и лишь и в посте, не отвлекаясь действительно от того, что, в общем-то, в мире, как мы с вами знаем, мир возле лежит, и дьявол царствует в мире. Искушения от мира огромнейшие, огромнейшие. Изолировали себя от мира. Можем ли мы себе позволить такое? Мы себе позволить такого? Не можем. Мы с вами не можем в пустыне уйти. У нас промысел Божий, она совершенно иной, совсем другой. Мы должны работать. Да или нет? Должны. У нас должны быть семьи? Должны. Мы должны беспокоиться о наших семьях и работать добросовестно и Христа ради. Должны. Правильно? А можем ли мы себя каким-то образом от мира оградить от его влияния, пагубного, погибельного? Можем или нет? Можем, родные? Можем. И это является Иисусовой молитвой. Почему Господь говорил нам постоянно? Молитесь постоянно. Он нам говорил. Молитесь постоянно. Почему постоянная молитва должна быть? Если мы сейчас, хотя бы вот в период Великого Поста, попробуем жить, наконец-то, наконец-то начнем жить настоящей духовной жизнью, которой мы никогда не жили. Вот начнем с понедельника. Настоящей духовной жизнью. Жизнью христиан. Не такими, как мы назывались и обили в грудь, а православный христианин. Но мясо я не могу себе не позволить кушать. Какой же тут христианин? И Господь об этом четко говорил. Вспомним, да? Устами своими приближаются ко мне. Устами своими обращаются ко мне. А сердце долечие их. Какие-то не христиане. Это просто формальное обращение к Господу. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, в ниде Царствия Небесного. Есть требования, которые я должен соблюдать для того, чтобы войти в Царствие Небесное. Так вот, если мы работаем, и в это время, ну, если физическая работа, это легко, тогда Иисусова молитва постоянно должна быть с нами. Если умственная работа, когда мы должны рассуждать то же самое, любая свободная минута, молитва. Вы знаете, едем в транспорте и молимся. И дай Бог ощутит нас то, что мы должны с вами ощущать вообще. Ощущать даже, я говорю, физических ощущений, каждую минуту, когда мы будем чувствовать себя не от мира сего, не в этом измерении. Вы знаете, вот будете стоять в толпе в метро, и будете молиться, и эта молитва будет продолжаться. И вы будете как бы не в метро, совсем в другом. Вы будете, понимаете, ощущение будет такое, что с Богородицей, то есть, что вы дома как будто бы, со святыми, с Господом. Это удивительное такое состояние, которое должно быть у нас, но мы его не обретаем, потому что, к сожалению, не исполняем. Тот, что советует нам исполнить Господь через свою церковь. Вот это постоянная молитва. Потому что что такое постоянная молитва? Дорогие мои, постоянная молитва – это контакт с Богом. Мы с Ним разговариваем, понимаете? Если мы с Ним постоянно говорим, Он нам начинает отвечать. Если сначала, может быть, даже не отвечает. Но потом, из-за нашей настойчивости, Он нам начинает отвечать. И вот тогда получается важный момент. Дьявол уже к нам не подступится, где идет диалог, разговор Бога с человеком. К сердцу и к душе человечки. Не подступится он. Тогда мы, получается, с Богом. Вот тогда получится это, может, субъективное ощущение, а может быть, даже объективное ощущение нашего бытия в гуще людей. Но не от мира сего мы будем находиться. Так, как мы и должны быть. Можно быть, действительно, отрешиться от мирского, даже работая, даже учаясь, даже имея большие семьи, имея хлопоты и заботы о своих семьях. Поэтому основное делание во время Великого Поста – это воздержание, это молитва, это пост и, конечно же, покаяние. То, что нам с вами необходимо. Покаяние тоже лукавый боится. Если мы заплачем, если Бог дарует нам такое счастье, чтобы слезы, наконец-то, в наших жестоких сердец излились, слезы покаяния, а ведь Церковь все делает для того, чтобы помочь нам в этом, помочь нам в этом. Вот в понедельник начинается четыре вечера чтения покаянного канона Андрея Критского. Кто постоянно входит на этот канон, знает, насколько сильный он, насколько он помогает прийти в свои чувства себя, привести в чувства себя. Насколько он помогает отрешиться от мира, от того, что нас притягивает, затянуло, как в тину, как в болото. Насколько он важен, этот канон Андрея Критского. Хотя бы один раз человек обязан, православный христианин, побывать на чтении канона Андрея Критского, который будет вот эти первые четыре дня на следующей седмице Великого Поста. Я сказал о том, что должно быть воздержание. Воздержание глаз своих, которые мы должны отводить от нечистого, ушей своих. Если на работе начинается обсуждение, рассуждение, блажен муж и женеидит на совет нечестивых, уходите, уходите. Не надо говорить, вот вы такие сякие, я православная, я там воздерживаюсь от осуждения. Вернее, надо это говорить, но не с осуждением, а как совет, как Господь нам с вами. Он нам не приказывает. Он говорит о том, что есть правда, а что есть неправда. Он говорит нам то, что ведет нас к спасению, к вечность жизни, и говорит о том, что нас не ведет туда, не приказывает. Мы имеем свободный выбор, так или так поступить. Точно так же и вы. Если вы разговариваете со своими сослуживцами, не кричите, не обличайте, потому что иначе мы становимся фарисеями. Вот я, то есть, тогда получается, я хочу сказать о том, что я пощусь, я выдерживаюсь, а на самом деле не сильно, не очень сильно. Но скажу обязательно, пост сейчас, что вы тут делаете так беззаконно, так сказать, беззаконие творите. Сказать об этом нужно, что нужно воздерживаться, и родным своим, конечно. Родные часто не слушают нас с вами. Выпадает день рождения на постное время, и мы мучаемся, что нам делать? Поздравлять. Если люди церковные, они все равно скромно это проведут, проведут. Без плясок и без песен. Постный стол. Тут ничего такого нету. Господь дал родиться человека именно в посту. И это радость вели для человека, и для родных тем более. Да? А если родные неверующие, и у нас получается, что нам делать? Обидеть или не обидеть? Не надо бежать. Надо прийти на этот праздник. Бывают даже трагедии, я считаю, когда свадьбы устраивают в посту, что нельзя делать. Но если это они сделали, наше остается дело только молиться от тех, кто в таком заблуждении. Господи, приведи их в разум, чтобы поняли, что это неправильно. И приходим на их праздник. До того, как они начнут плясать и петь. Вот до этого момента. Постное что-нибудь мы можем на столе найти. Обижать не надо людей. Не надо выхвалять себя. Вот сегодняшний Евангелие четко совершенно сказал. Не делайте вы вид унылый. Это так фарисеи делали. Пеплом голову. Грязные ходили пеплом голову, посыпали свою. Ах, как я постящийся. И все говорили, вот, фу, какой он постящийся. И Господь прямо сказал, а они уже на земле получили свою награду. Их все, так сказать, прославляют. Но на небесах награды-то не будет. Не будет. В тайне, как сегодня сказано в Евангелии, нужно совершать свой подвиг вот этот. Опять, я не боюсь говорить слово подвиг. Потому что трудно это. То, о чем я говорю. И трудно воздерживаться. И трудно молиться. И трудно быть в покаянном чувстве. В покаянном состоянии. Для того, чтобы, опять же, мы должны с вами знать, без этого у нас ничего не получится. Мы не очистим сердца и душу свою от грязи, которую мы с вами накопили за всю нашу жизнь. Ну и, конечно, мы сегодня ждем 16.00, когда и сегодняшняя Евангелие нам с вами сказала о том, что начинать вот этот путь ко спасению нужно начать именно с самого... Или вернее, есть условия, при которых наши подвиги дальнейшие будут приняты Богом. Условия, при которых будут приняты. То есть мы должны прощать людям грехи их, согрешения их. Несудимы, несудимы будете. Это много сказано. Какой меряйте вы, такой и вам будет отмерено. А сегодняшняя Евангелие прямо сказала, если вы будете прощать грехи людям, окружающих вас, то Отец ваш Небесный вам простит. Родные мои, мы хотим, чтобы Бог простил нам наши грехи. Нет или да? Нет. Ну так а почему мы другим не прощаем? Условия поставлены. Молитвы. Обратились ученики и сказали, Господи, научи нас молиться так, чтобы ты действительно слышал эту молитву. Какую молитву он дал? И чем оно кончается, Отче наш? И оставим нам долги наши, и оставим нам грехи, потому что и мы оставляем должником нашим. Мы тоже прощаем другим. Если этого мы не сделаем, не будет принято ничего, никакие наши жертвы, которые мы приносим. А жертвы наши, это, конечно, покаяние. А почему не будет принято, дорогие мои? Потому что вот это вот, я не знаю, как сказать, вот эта обида, которая там вот гнездится в сердце своем, это обида, которая гнездится в сердце, это отсутствие любви к людям. То есть это уже состояние неверующего человека. Это месть какая-то, это злоба, все, что хотите. То есть вот это червоточина, которое там есть, это есть то, что препятствует нам совершенно очистить сердце. Бессмысленно, если мы будем заповеди все абсолютно совершать, а этого, а тут останется это червоточина. Получается, что бес сидит там все равно. А мы совершаем подвиги, и получается бессмысленно. Вот, подумаем об этом, родные мои, у нас еще время до четырех часов есть, чтобы воистину вспомнить всех, кого мы там обидели, и кто нас обидел, и на кого мы обиду здесь в сердце своим держим. Вырвем это. И если это нам удастся, с помощью Божьей, с помощью Божьей. Вот этот чин прощения специально и установлен церковью, где молитвы будем, мы вместе будем молиться коленопреклоненно, благословение на коленопреклоненные молитвы, молитвы будем получать от Господа. Вот это все сделано для того, чтобы нам помочь совершить это очень важное для нас в деле спасения нашего дела. Поэтому, родные мои, ну еще вкратце просто скажу, что значит воздержание. Все развлекательные программы, понятно, убираем. Мы, понимаете, я хочу сказать, что мы увидим, насколько мы станем свободными, дорогие мои. Сделайте этот эксперимент с собой. Только лишь, ну это для многих вот здесь стоящих, которые долго уже в церкви, для них это ерунда, правильно? Я согласен, это ерунда. Но вот там молодежь у нас стоит. Поэтому я часто говорю, обращаюсь, в общем-то, к той аудитории. Вы-то все знаете. Даже что я говорю, вы знаете, даже знаете, что я наперед скажу. Наперед знаете, что я скажу. А вот ребята молодые, которые там, их все смущает. Им-то про другое говорят. Им-то говорят, что нет, это все глупость в церкви, там рассуждает и тому подобное. Именно поэтому я и говорю, воздержание совершенно, никаких развлекательных мероприятий. Как было когда-то в дореволюционной России. Все театры закрывались, наступал пост. Ну, в последние времена в России это тоже не было. К сожалению, к этому и привела революция. И поэтому и случилось, к сожалению. Вот это воздержание. А это время мы должны потратить действительно на Богу угодные дела. То есть не только неделание, а и делание благих дел, дела милосердия. Это обязательно должно в посту совершаться. Это время для этого. Потому что если мы помогаем какому-то человеку, отражается вот здесь у нас. На нас отражается. Удивительно. Мы ему помогаем, а наше сердце очищается и радуется тому, что... Потому что эта помощь бескорыстная наша, она вытесняет ту гадость, которая у нас есть. То есть дьявол выскакивает, выскакивает из нашего сердца. И радость вели, когда действительно мы сами почувствуем, когда сердце наше будет чистым. Вот я хотел бы это сказать вам. И Господи, помогай нам в прохождении Великого Поста. Хотя, в общем-то, Господи, нас не оставляй и в течение нашей жизни. Потому что мы и вне Великого Поста должны именно такой христианской, настоящей, верующей, духовной жизнью жить. Спаси и сохрани вас, Господи. До 16.00.